Здравствуйте, уважаемые участники и участницы! Мы очень рады приветствовать вас сегодня на нашей лекции «Влияние ислама на этническое формирование крымских татар», которую прочитает историк, специалист по истории Крыма и крымских татар Эльвира Тымаута. Меня зовут Наталья Малиновская, и я буду модерировать сегодняшнюю лекцию. Напомню, что серия лекций проводится в рамках проекта Международного института «Исламской мысли», который читают ученые из разных стран мира для участников из стран СНД. Предыдущие лекции вы можете также просмотреть на YouTube-канале «Института интеграции знаний». И обращаю внимание, что в сегодняшней лекции также ведется запись и будет доступна к просмотру. И все зарегистрированные участники смогут получить запись на Gmail. Также напомню несколько слов о нашем формате. Лекция состоит из двух частей. В первой половине мы сможем непосредственно услышать сегодняшнюю лекцию. Во время этого вы можете активно использовать чат, записывать ваши вопросы, комментарии. И во второй половине у нас будет время для общения, возможность задать вопросы, поделиться вашими мнениями, комментариями и более обсудить сегодняшнюю тему. Вообще продолжительность лекции примерно полтора часа. Еще раз хочу обращать внимание, что у нас ведется запись лекции. И на этом мы можем переходить непосредственно к лекции. И я с удовольствием хочу представить нашу сегодняшнюю лектора. Эльвира Кемал, историк, специалист по истории Крыма и русских татар. Также она закончила исторический факультет Таврического национального университета имени Бернадского. Основательница и ведущая исторического блога в Инстаграме и в ТикТоке. И аудитория насчитывает около 50 участников. Также наш лектор Эльвира Кемал есть авторкой научных работ, научных статей о крымских татарах. Занималась создательством исторических календарей по истории Крыма. И я думаю, что сегодня мы сможем узнать много новой и интересной информации и важной информации о влиянии, собственно, ислама на этническое формирование крымских татар. И я с удовольствием приглашаю к словам. Пожалуйста, уважаемая Эльвира. Возможно, у нас какие-то технические все же возникли проблемы. Эльвира, подскажите, пожалуйста, слышите нас? Добрый день! Здравствуйте! Меня слышно? Да, сейчас слышно. Можно начинать, да? Всем добрый день! Меня зовут Эльвира Кемал, и сегодня мы поговорим на тему исламского фактора в этнической истории крымских татар. Этническая история крымских татар, она очень разнообразная, и это на самом деле сложная тема. И мне, наверное, даже не хватит одной лекции, чтобы описать все процессы. Но сегодня мы конкретно поговорим про исламский фактор в этнической истории крымских татар. Сегодня история крымских татар вызывает все больше интерес у людей международного общества. Но, в частности, этот интерес связан с той мифологизацией, которую проводила Российская империя и Советский Союз в отношении крымских татар. Можно следующий слайд? Крымские татары — это народ, который был непосредственно сформирован в Крыму, и в этническом формировании крымских татар участвовали разные этносы и культуры. Но в советских изданиях наш народ позиционировали как монгольских завоевателей, как народ, пришли в XIII веке, как народ, который не имеет никакого права на Крым, то есть на свою землю. Сегодня в науке очень часто обсуждают дату 1952 года, когда после депортации крымских татар, депортация, геноцид — это принудительное выселение крымских татар из Крыма в 1944 году, как раз 18 мая была годовщина очередная. Прошло 8 лет после депортации крымских татар, и в 1952 году в Институте всеобщей истории Иран проходит конференция. Можно следующий слайд? На этой конференции были обсуждены вопросы по изучению истории Крыма, и по итогам данной конференции было решено переписать историю Крыма. И таким образом история крымских татар с этого периода показывается в самом худшем свете. В этот же год выходит методичка Бориса Рыбакова, известного мифологизатора не только в истории Крыма, но и в истории Киевской России. Выходит его методичка об ошибках в изучении истории Крыма и о задачах дальнейших исследований. И вот как раз тогда был такой озвучен тезис, один из тезисов о том, что крымское ханство — это паразитическое государство. Тезисы о том, что крымские татары — это пришлый народ в XIII веке. И сейчас эту методичку в последний год ее поспешно изымают из библиотек. Но нужно сказать, что очень много так называемых историков, которые обучали по этой методичке. И тезисы, которые были озвучены, а эти тезисы, они демонизируют нашу историю. Они являются действительно шовинистскими в отношении крымских татар. Их, скажем так, они стали не то что стереотипными, а штампами и перекочевывают из одного учебника в другой. И на самом деле это большая проблема на сегодняшний день и для крымско-татарских исследователей, и для популяризаторов науки. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Традиционно мы знаем, что крымских татар делят на три субэтнические группы. Но нужно понимать, что историю крымских татар нужно этнически рассматривать локально. И то эти субэтнические группы, они как бы имеют больше географический принцип, нежели этнический. Но у нас эти три этнические группы есть. Я думаю, многие знакомы с этой информацией. Степные крымские татары – ногае, таты – это горцы, и Ялы-Бой-Лю – это южнобережные крымские татары, которые отличаются этнически, отличаются своим этногенезом, отличаются определенными, скажем так, подгруппами языка, на котором разговаривали. Одна из главных причин сложного деления крымских татар – это природные географические условия Крыма. Это степь Крыма, это горная часть и прибрежная часть. Крым, если рассматривать историю Крыма, на протяжении истории делили, скажем так, на разные части. Сегодня, например, мы будем с вами более подробно изучать историю 15 века, когда Крым был поделен между генуэзскими колониями, готским княжеством Феодоро и крымским ханством. А также мы с вами будем подробнее рассматривать период от 1475 года до 1774 года, когда Крым находился под властью уже тюркомусульманских государств. Это непосредственно Крымское ханство и Кефинский элит. Кефинский элит – это османская область в Крыму. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Так мы знаем, что северная часть полуострова относится к Евразийской степи. И кочевые этносы, которые эмигрировали с Востока, такие как скифы, сарматы, гуны, авары, булгары, хазары, печенеги, копчаки, ангол-татары, эти места в течение истории привлекали перечисленные народы, и это сыграло значительную роль в этническом формировании крымских татар, в частности, степных крымских татар. Если мы с вами будем говорить уже про горную часть Крыма, то здесь характеризируется преобладанием так называемой горной общностью, то есть это народы, которые в течение истории вытеснялись в горы Крыма кочевыми народами, и часто и горная общность Крыма состояла из оланг, готов, греков, половцев и других народов. Именно в горной части Крыма у нас было сформировано княжество Феодоро, оно таким зелёным цветом обозначено на карте, обратите внимание, центр княжества Феодоро был устроен на плато горы Мангу, которое находится в Бахчисарайском районе, и в 20-е годы 15-го столетия Мангоп был окружён мощной системой крепостных сооружений. В этническом смысле население княжества Феодоро состояло прежде всего из потомков готов, аланов, черкесов, караимов, полоцов и ещё больше византийских колонистов. Также, если мы будем, например, говорить про Мангоп сам непосредственно, там, мы знаем, находились и мусульманские, и иудейские общины. Согласно свидетельству Иосифата Барбарон, язык, на котором говорили в княжестве, был готский. Цитирую. Готы говорят по-немецки. Я знаю это, потому что со мной был мой слуга немец. Они с ним говорили и вполне понимали друг друга. Подобно тому, как бы поняли один другого фурланец и флорентьец. Ну, вероятнее всего, что жители княжества Феодоро могли быть двуязычными и говорили и на греческом, и на готском языке. И думаю, что многие знали также татарский язык, потому что у нас есть свидетельство путешественников, которые говорили о татаризации готского населения. Вот здесь у нас розовым цветом выделены генуэзские колонии. Мы знаем, что еще с 11-го столетия Венеция и Геноя становятся мировыми лидерами в торговле. И изначально в Северном Причерноморье устраиваются венецианцы. Они создают свои первые колонии. Но в дальнейшем генуэзские подписывают договор с Византией о том, что генуэзцы могут беспорто торговать на территории прибрежных частях Черного моря. И поэтому генуэзцы быстро оттесняют венецианцев и устраивают свои генуэзские колонии на территории Северного Черноморья. Одна из первых колоний закрепилась непосредственно в Херсонесе. И если мы будем говорить про этническую и религиозную ситуацию в генуэзской Газарии, как называют генуэзские колонии в источниках, мы знаем, что здесь могли проживать такие народы, как итальянцы из Генуи, Лигурии, Милана, Сицилии, Флоренции и Венеции. Здесь также проживали армяне, караимы, евреи, греки. Среди мусульманского населения на территории генуэзских колоний проживали ордынсы, сельджуки, арабы и даже встречались персы. То есть это абсолютно, скажем, разные этнические составляющие на разных частях Крыма. Вот здесь приведена карта, но она может быть не совсем точной. Почему? Потому что княжество Феодоро и генуэзские колонии на протяжении существования ввели между собой войны, и карта иногда менялась. То есть некоторые части княжества Феодоро удавалось отвоевать у генуэзцев, а иногда генуэзцы отвоёвали у княжества Феодоро некоторые части земель. Поэтому карта должна быть более подвижной в этой ситуации. И таким образом мы видим, что на территории Крыма концентрируются разные народы, разные этносы. То есть в разных частях Крыма обитают разные этнические группы. И консолидация всех этих этносов, которые консолидировались в дальнейшем и участвовали в формировании крымских татар, она произошла благодаря нескольким факторам. Я в этом плане использую те факторы, про которые говорит наш крымско-татарский политолог Эльмира Муратова. Она говорит про следующие факторы, которые привели к консолидации разных этносов и в дальнейшем к формированию крымско-татарского народа. Это крымско-татарский язык на основе копчакского. Это непосредственно существование тюрко-мусульманских государств на территории Крыма. Это кефинские аллиты, крымское ханство. Это принципы шариата, которые диктовались непосредственно мусульманскими государствами. Это общие традиции, мусульманская образовательная система, общинный характер мусульманской общности в Крыму и маретная система. То есть все эти факторы повлияли на то, что в дальнейшем перечисленные этносы начинают тюркизироваться, исламизироваться и таким образом участвовать в формировании крымско-татарского народа. Но непосредственно в этой лекции мы обсудим тему исламского фактора, как он повлиял вообще на этнические процессы в Крыму. Можно следующий слайд, пожалуйста? Я думаю, что нужно здесь начать с истории появления ислама на территории Крыма. И первые сведения о проникновении и распространении ислама в Крыму мы узнаем благодаря крымско-татарскому фольклору. К сожалению, у нас нет каких-либо археологических, либо письменных сведений, которые бы подтвердили данные о том, что ислам проник на территории Крыма предположительно в 7-8 веке. Но у нас есть легенды, которые сохранились. Их на самом деле очень много, но я расскажу про одну общую легенду для того, чтобы было составлено общее представление. Гази Мансур и Мали Каштер – это сподвижники пророка Мухаммада, мир ему и благословение, халифов, и с целью проповедовать ислам. Гази Мансур, он остался в Крыму, а Мали Каштера, он двинулся дальше к берегам реки Денистер. И однако потом он вернулся оттуда смертельно раненый стрелой великана Салсала. Вскоре последний умирает. Гази Мансур омыл тело с подвижника и похоронил его. И Гази Мансур перед смертью сказал, что будущее поколение найдут их могилы, и перед ними будут раскрыты многие секреты. На самом деле существуют разные легенды о появлении ислама в Крыму. И вот легенды, связанные непосредственно с личностью Гази Мансура, Мали Каштера, разные, скажем так, суфийские группы, которые существовали в Крыму, они как-то трактовали по-своему. Возможно, это было связано для того, чтобы сделать такую привязку к Крыму, что вот мы, например, наш орден больше привязываем к Крыму, потому что вот у нас есть такая-то легенда. Вот здесь на фотографиях, прошу обратить внимание, с левой стороны это Азиз Гази Мансура, который находится на подъеме к Чфут-Кале или крепости Кыркьер, как раньше называлось. И там располагаются такие Гази Мансуры. Однако сейчас находятся в ужасном состоянии. Вот здесь есть старая фотография, как выгляделы это такие, на строительство, которое выделил средства Хан Мингли Герай. Вот, и также в этом, если пройти в это, скажем так, ну, тут не строение, если пройти на территорию, где были такие Азиз Мансура, там можно найти могильные камни, вот, например, вот в роге такой, наверное, могильный баштаж. Вот, они там присутствуют. Но, опять же, повторюсь, это находится просто в ужасном состоянии, особенно после Советского Союза. Было построено, скажем так, как на средства Мингли Герая, но тоже было разрушено именно в период советской власти. А с правой стороны у нас уже, вот, мы видим Эски-юрт. Это золотордынский старый такой город, который тоже сейчас, вот, в этом месте, вот, с правой стороны, мог находиться Азиз Малика Аштера уже. А в другом случае получилось, что вот сам Бахчисарай, он с одной стороны идёт, такие ягоди и Мансура, а с другой стороны, получается, где-то вот находился, неизвестно, где он вообще конкретно находится. Нариман Абдуль-Ваапов, это крымско-татарские исследователи, он приводит такую версию, что ислам действительно мог проникнуть в Крым довольно-таки рано с помощью из подвижников пророка мира и благословения. И он связывает эти события с первыми попытками взятия Константинополя уже мусульманами. И, возможно, тогда... У нас есть исследование Нариман Абдуль-Ваапова, это известный наш учёный, он приводит версию о том, что ислам действительно мог проникнуть на территории Крыма довольно-таки рано. Он говорит про то, что ислам мог проникнуть в Крым с помощью из подвижников пророка Мухаммада, мир и благословения. И он связывает эти события с первыми попытками мусульман взять Константинополь. Возможно, тогда мусульмане стали распространять свою веру и в Крыму. А по второй версии жители Крыма могли вообще познакомиться с исламом во время походов халифа Марвана II в VIII веке. Можно следующий слайд? Вообще о первом документально зафиксированном проникновении исламе мы знаем благодаря хронике персидского историка Ибн Биби Сиджук-Найме. В хронике описываем поход сиджуков на Копчаков, в котором сиджуки победили. И они установили шариатское правление в Судаке. И я процитирую. На высоком месте города Муэдзин произнес призыв к молитве. Здесь разбили христианский колокол и меньше чем две недели построили прекрасную соборную мечеть. Установили в городе должность Муэдзина, Хатиба и Кади. Вот здесь перед вами фотография генуэзской крепости. Можно подумать, при чем здесь генуэзцы. Но вот здесь, видите, здание с куполом находится. Здесь когда-то располагалась мечеть Патишах Джами, в османскую эпоху Крыма. И исследователи предполагают, что возможно именно здесь находилась первая зафиксированная в документах мечеть, которую построили непосредственно сиджуки. Можно следующий слайд? В Золото-Ордынский период Крыма ислам становится государственной религией в начале 1320 года. Ислам получает все большее распространение на территории Крыма. Вот здесь перед вами различные памятники именно Золото-Ордынской эпохи, которые находятся в современном городе Старый Крым или город Крым, как его раньше называли, или город Салхат. С левой стороны, выше, вот здесь такая красивая картина. Здесь изображены остатки руины Медресе Инджибек-Хатун. Это влиятельная женщина в период крымского луса, которая за свои средства построила Медресе на территории Крыма и пригласила туда работать ученых из разных частей мусульманского востока. Снизу, с левой стороны, находится уже непосредственно тоже Золото-Ордынская мечеть. Ее называют мечеть Бибарса, но на самом деле это мечеть Калауна. При переводе источников была ошибка, перепутали Мамлюкского султана Бибарса с Калауном. Так вот, эта мечеть была, эта Мамлюкская мечеть, созданная непосредственно на средства Калауна. И с правой стороны, ниже тоже можно увидеть Куршун-Джами, это свинцовая мечеть, выше это мускус Джами, то, что от нее точнее осталось. Почему мускус Джами? Потому что есть поверье, такие легенды о том, что при строительстве этой мечети добавляли мускус и во время дождя от этой мечети исходил такой приятный мускусный запах. Вот здесь, посередине, у нас находится мечеть Узбек-Хан-Джами, которая до сих пор является действующей и является самой старой сохранившейся мечеть на территории Крыма. Можно следующий слайд? Наибольший рассвет ислама у нас как раз приходится на период Крымского ханства и период существования Кефинского иолета. Я специально здесь подобрала разные фотографии, потому что я хотела показать, что вообще представляло себя новый, скажем так, мусульманский мир на территории Крыма. Если мы будем говорить про строительство городов и поселений, как они выглядели, вот сейчас у нас привычное деление на улице, то есть мы привыкли, что есть определенная улица, на которую мы можем прийти. Раньше такого деления не было в мусульманском мире. Деление было на кварталы, то есть Маалия, в Турции, там Ахаля, и в каждом Маалии, предположительно, в каждом, могла находиться мечеть, либо приход. Приход выглядел как на фотографии справа, на старой фотографии. Вот, находился источник на чешме, это вот на фотографии слева современная Бурма-Чешме. Такие строения, а, и Миктеп находился, то есть Миктеп, источник и мечеть. Такие строения могли находиться либо в каждом квартале, либо на 2-3 квартала находились вот в такие вот строения. И они находились не только в городе, да, но и были, например, в поселениях. Если вы, например, приедете в какое-то старое крымско-татарское село и узнаете, сколько там кварталов, например, 5 кварталов, значит, можно спокойно предполагать, что может быть и 5 мечетей, например. Вот, скажем, это такая новая мусульманская культура, которая распространилась в Крыму и очень сильно повлияла на наш крымско-татарский менталитет. Это, источники любили строить, мусульмане, в принципе, любят строить источники, потому что это связано с садака, вечным садака, который ты будешь получать даже после смерти. Вот тут сверху источник Бурмачишме. Этот источник построил Крымский хан в 1748 году и этот источник, кстати, до сих пор работает. А фотография справа, эта фотография сделана позади этого источника Бурмачишме. это такой приход, это не мечеть, а просто приход, который назывался Умер Шаха Сенди. То есть там можно было помолиться и обычно при мечетях либо при таких мусульманских приходах могли быть устроены школы, например. Можно к следующему слайду. Так вот, наибольший рассвет ислама приходится на период существования Крымского ханства, который существует на 1441 года и появление Кефинского элета на территории Крыма с 1475 года. В 1475 году, 31 мая, вот как раз сегодня тоже 31 мая, будет вам легче запомнить, происходит такое важное событие для истории Крыма. К берегам Крыма подплывает военная турецкая эскадра под командованием едыка Ахмед Паши. И в течение пяти дней османы захватили Кафу Феодосию, далее была захвачена солдат, то есть судак, и к началу июля турецкая армия подходит уже непосредственно к Мангупу, то есть центру княжества Феодоро. И вот самая тяжелая осада во время османского завоевания Крыма происходила непосредственно на территории Мангупа, учитывая тот факт, что укрепления княжества Феодоро были похожи с укреплениями, например, в Константинополе. Константинополь, как мы знаем, брали два месяца турки, да, Мехмед Фатих, а Мангуп, укрепления на Мангупе брали почти полгода, то есть в три раза дольше происходил процесс осады. Почему осада длилась так долго и почему в этот период погибло много янычар, это связано с тем, что сам Мангуп находится на таком обрывистом плато, и чтобы подняться по нему, нужно подняться по очень крутому склону, поэтому завоевание именно территории Мангупа происходило очень тяжело и заняло это длительное время. И после того, как Османская империя завоевала, скажем так, южный берег Крыма, генуэзские колонии, княжества Феодоро, здесь создается новая мусульманская область, Лива-Кефе, которая находилась с центром в Феодосии, современной в Кефе. Часть территории Крыма вошли в состав Османской империи. Это юго-западная часть Крыма, это устье реки Бельбек, это верховье реки Альма и Кача, и далее по склонам Крымских гор весь южный берег, Керченский полуостров, Таманский полуостров, все это стало частью Османской империи. И на этих территориях была образована либо Кефе, как я уже сказала, с центром нынешней Феодосии, и она, скажем так, делилась на разные кадалыки, это такие области. Существовал такой монгутский кадалык, судакский, кефинский и юникальский. И у нас есть сведения, благодаря которые были зафиксированы в Османских реестрах за 1520-1542 год, в этих Османских реестрах было зафиксировано количество мусульман и немусульман, которые находились вот в этом кефинском реалете. На карте кефинский реалет обозначен таким красным цветом. И в 1520-м году во всей Ливии Кефе было зафиксировано 80% немусульман и 20% мусульман. То есть основная часть приходилась там на итальянское, греческое, пучакское население, которые были по своей вере христианами, они еще не были на тот момент мусульманами. В 1542 году мы видим, как соотношение мусульман и немусульман в Ливии Кефе немного меняется. Проходим 22 года, и количество мусульман увеличивается до 30%, а количество немусульман уменьшается до 70%. То есть мы видим, что здесь идет постепенный процесс исламизации. Мы не видим здесь резких скачков, которые бы нам говорили о том, что процесс исламизации проходит насильственно. Изучая заметки путешественника Ивлия Чилиби, можно следующий слайд? Ивлия Чилиби, это книга путешествий Сиахат Намэ. Ивлия Чилиби побывал в Крыму в 1666 году, в 1667 году, и он оставляет свои интересные заметки за XVII век. Чем нам они интересны? Дело в том, что пока что у нас нет точных реестров за первую половину XVII века, чтобы узнать, какое количество немусульман и мусульман проживали на территории Кефинского Иолета. Однако у нас есть интересные заметки от Ивлия Чилиби, где он часто приводит статистические данные. Конечно, этим статистическим данным не нужно доверять на 100%, но как бы то, что есть. Ивлия Чилиби, например, писал про Инкерман следующее. В этом пригороде есть всего 250 мусульманских домов, выложенных из камня и крытых дерном, а также 200 домов греческих, неверных и один их храм. Про Палаклау он пишет, здесь два портала из 200 домов, которые крыты черепицей и прижимаются скалом по два-три друг на друге. Большинство из них построено из дерева. Есть там маленькая баня и маленький хан, а также 80 скамеек. На берегу моря здание таможни и лишь 70 домов греческих. То есть опираясь на эти сведения, мы видим, что количество мусульман увеличивается уже до половины, больше половины к середине 17 века. Однако данные нужно дальше фиксировать, дальше нужно изучать данные по количеству увеличения мусульман на территории Кефинского Иолета, но мы прекрасно видим, основываясь на тех данных, которые у нас есть, что процесс исламизации Кефинского Иолета, он был постепенным. Можно следующий слайд? И сейчас мы обсудим, какие факторы вообще повлияли на то, что количество мусульман на территории Кефинского Иолета начинает увеличиваться. У нас есть первая причина, это непосредственно существование мусульманского государства, это шариатская система, мусульманское государственное управление, что привело к влечению мусульманского населения. Мы можем, например, провести аналогию с таким народом помаки, это исламизированные болгары, которые сформировались в период с 14 по 19 век, то есть в период существования на территории памаков Османской империи, то есть мусульманского государства. Причина вторая, это миграционные процессы, которые происходили в Кефинском Иолете из земли, например, Крымского ханства, но также из других мусульманских областей. Например, у нас есть сведения Вайнштейна, который основывается на антропонимах дефтерах. Он пишет о том, что на территории Кефинского Иолета мигрировали русы, персы, черкесы, туркмены, абхазы, греки. Он пишет о том, что были миграции людей из Карамана, из Мерзефона, из Трабзона, из Салоников, из Синопа, из Кастамуна, из Токата, из Шарвана. Можно следующий сайт? Вот здесь у нас обозначены торговые пути, которые существовали в период Кефинского Иолета. Нужно сказать, что существование активной торговли в Крыму тоже способствовало миграционным процессам. Следующая причина, по которой происходила исламизация, это экономические причины, которые побуждали христиан Кефинского Иолета переселяться на территории Крымского ханства. На эти причины указывал Эмидио де Асколи, автор описания Черного моря и Татарии. Он писал следующее. Под татарином живешь несравненно спокойнее и плачешь меньше дани, чем под турком. Здесь он подразумевает, что при Крымском ханстве спокойнее, нежели под управлением Османской империи. Почему? Дело в том, что немусульмане выплачивали таможенные, промышленные, судовые налоги в увеличенном размере в сравнении с мусульманским населением. И в Крымском ханстве, например, существовали послабления в налоговой системе, и поэтому происходили, скажем так, миграции с территории Гефинского иолета непосредственно уже вовнутрь самого Крымского ханства. Причина четвертая, которая привела к тому, что увеличивается количество мусульман, то, что иноверцы начинают принимать ислам, это активное участие иноверцев в государственной службе Османской империи Крымского ханства. Например, мы знаем, что крымский хан Герай, сын первого крымского хана Хаджи Герай, брал на службу таких людей Фрэнк Кардаши. Это люди, христиане черкесы, которые жили непосредственно в Крыму и, вероятно, в дальнейшем в эту службу входили после 1475 года непосредственно сами генуэзцы. И у нас есть интересное сведение, которое оставил, например, Тунман. Он пишет про то, что после аннексии 1783 года были потомки великих генуэзских родов, итальянских родов, Гримальди, Дориас, Спинолы, которые, вероятно, приняли ислам и получали определенные привилегии от крымского хана. И также нужно сказать про такие войска, как Туфикенджи, которые, судя по названию, комплектовались из числа татов. То есть кефинский эйолет раньше также назывался татский иль. То есть из числа зимы. Это могли быть христиане, иудеи, те, кто признают власть мусульман. таким образом переход к исламской вере, он в этот момент поощрялся, и поэтому благодаря вот этой службе также много людей переходили в ислам. Причина пятая, это непосредственно принципы самого ислама. Дело в том, что мусульманка, она не может выйти замуж за инверца. В свою очередь мусульманин может жениться на девушке уидейке или христианке, и это тоже способствовало ассимиляции немусульманского населения на территории кефинского эйолета. По поводу, кстати, экономических причин, добавлю еще вот интересное такое предание, которое приводит к анраке. Не знаю, насколько можно ему доверять здесь, но я расскажу. Предание звучит следующим образом. Турецкий султан, ожесточенный упорством южнобережных христиан, скрывавшихся в горах, при требовании с них подойти, присылал сюда на жительство свои войска с фирманом, которые приказывали собирать дань с каждой души по одной четверти пшеницы с тем, что от этого налога освобождаются только те геуры, которые примут ислам. Приказ этот жестоко подействовал в особенности на тех, которые преданы были лене или мало занимались хлебопашеством, и многие из них, желая избавиться от печальных последствий, решились принять магометанство. Число таких мусульман было значительно. Такую версию приводит Кондраке в своем описании. Есть еще причина шестая, можно следующий слайд? и следующий слайд. Причина шестая это политика исламизации со стороны Османской империи, которая проходила в Кефинском и Олете. Дело в том, что в соответствии с данными мы знаем, что в 14-15 веке например, в городе Кефе современная Феодосия находилась только одна мечеть, но при управлении этой областью мусульманами именно в городе Кефе количество мечетей возрастает до 56. Вот не только мечети, но строятся Меттебе, Такие, Медресе. Здесь хочу кстати обратить ваше внимание, что в Феодосии существовала мечеть, которая была построена по приказу Сулеймана Великолепного, она находится слева, но к сожалению эта мечеть она по сегодняшний день не сохранилась. Вообще из всех османских строений и из всех османских мечетей, как я говорила, которых насчитывалось 56, на сегодняшний день сохранилась вот одна мечеть османской эпохи, которая называется Муфти-джами. Почему она называется Муфти-джами? То есть Муфти- мечеть? Дело в том, что эта мечеть была построена кефинским Муфтием и автором труда солнца истории Сеидом Мусой Келеми. Но в дальнейшем, после того, как Крым был аннексирован в 1783 году, здание передали армянам-католикам, и вот здесь, если приблизить даже эту фотографию, такую черно-белую, можно увидеть крест на этом здании. Сейчас данное здание снова принадлежит мусульманам, его мусульмане реставрируют за свой собственный счет, и это единственная мечеть с периода Османской империи на территории Феодосии. Следующая причина, можно следующий слайд? Следующая причина, это депортация христианского населения из Крыма в 1774 году. Вот эти процессы, они тоже повлияли на то, что немусульмане стали принимать ислам. Они стали принимать ислам, чтобы не расставаться с землей, со своими родными, со своим имуществом. Интересное сведение приводит Бортье Далагард. Он пишет, выходили христиане с горьким рыданием, бегали, скрывались в лесах и пещерах. Мало того, принимали мусульманство, лишь бы только остаться в родной земле. Можно два слайда назад? Да, вот здесь. Причина восьмая это имморетная система в исламском мире. Иммореты это комплекс благотворительных учреждений, которые могут быть открыты при мечетях либо при резиденциях, как вот, например, я сейчас покажу по нашим примерам. В этих местах люди могли спокойно получить пропитание, они могли получить кровь, бесплатное лечение. Вот, например, у нас с левой стороны есть Девлет-Сарай. Это, по сути, третья резиденция крымских ханов. Первая изначально была в Салхате, потом вторая в Кркьере, а третья это Девлет-Сарай. Но ученые некоторые объединяют Кркьер и Девлет-Сарай и считают, что это как бы одна столица, потому что это все рядом находится. Девлет-Сарай, который был построен ханом Менглингераем, у нас здесь тоже была и моретная система, здесь находилась медресе, сохранилась по сегодняшний день мечеть, ваня, лечебница и общественная благотворительная кухня. Используюсь моментом, чтобы сказать, что с Анжелой медресе на сегодняшний день не работает, музей, который стоит рядом, тоже не работает. Вот этот интересный, важный, исторический комплекс, он полностью, ну, по сути, закрыт, и там только, разве что, можно прогуляться во дворе. Все, несмотря на то, что это очень важная часть нашей истории, это все закрыто. А рядом, здесь у нас находится Ханский дворец, я думаю, все узнали Ханский дворец, все знают. И здесь тоже была такая и моретная система, про которую мы знаем, здесь тоже у нас были и бани, ну, и есть бани, и находилась и Мендресе непосредственно, и Мечеть, то есть, здесь тоже, скажем, были такие благотворительные здания, которые называются здания Кюлье. Я тоже воспользовалась моментом, чтобы сказать, что под видом реставрации сейчас Ханский дворец разрушается, и, ну, здесь вот происходят такие вот страшные вещи, я прикрепила снизу картинку, фотографию происшествия, которое произошло в прошлом году. Крымское ханство, как мы знаем, было образовано в 1441 году, и у нас, конечно, нет таких точных статистик, которые мы имеем, например, за кефинские лет, но мы знаем, что ислам здесь уже был распространен, и он распространялся еще в период Крымского улоса, и в дальнейшем при создании Крымского ханства здесь были различные мусульманские институты, и ислам, он, скажем так, стал цементирующей основой для Крымского ханства. Также мы знаем, что Крымское ханство было поделено на 48 кадалыков, и управление здесь происходило непосредственно из тех, во главе стояли муфтий, Кадьяскер, и таким образом в разных областях Крымского ханства также реализовывалась шариатская система управления. Также важно сказать о том, что другие представители других конфессий могли спокойно здесь развиваться, и они тоже имели свою определенную юридическую систему. Например, здесь, в Кефинском иолете, в Крымском ханстве существовала митрополия, Огодско-Кавское. Также нужно сказать о том, что самый Плиячий Риби в Сияхат-Наме в своем сочинении пишет о количестве храмов на территориях Крыма, о том, что они тоже есть. Например, он пишет про Кефе, о том, что там существовало, есть три храма греческих и армянских, там они проводят свои церемонии. Есть также одна иудейская синагога. Также нам известно, благодаря источникам, что крымские ханы порой финансировали христиан. Например, при Девлет-Гирае были построены не только, скажем, новые церкви, при нем была построена христианская школа и библиотека, но опять же, в 1736 году войска Российской империи ворвались в Крым и непосредственно сам весь Бахчисарай был сожжен и вместе с ханским дворцом и даже христианская школа и библиотека, все, что создавалось до вот этого варварского поступка фельдмаршала Миха, все это было сожжено. Вот. Можно следующий слайд? Таким образом, крымские татары это полиэтническая группа, которая имеет свои корни в глубокой крымской античности и присвязывает на происхождение от огромного количества разных народов, разных этно-религиозных групп, которые занимали разные части крымского полуострова. Основа крымско-татарской групповой античности сыграла значительную роль в этническом формировании был заложен в период исламизации с XIV по XVI век. А именно главным консолидирующим фактором в образовании крымских статар стал ислам и существование исламских государств, поскольку существование исламских государств на территории Крыма проецировал ислам на все сферы жизнедеятельности населения Крыма. Политика, экономика, культура, общая ментальность. То есть, по сути, есть такая триада факторов, которые повлияли на формирование нашего народа. Это непосредственно существование государства, религия, язык. Существуют разные мнения о том, что большую роль сыграло язык или религия. По моему мнению, если бы язык был бы главенствующим фактором, то тогда бы, например, урумы, либо караимы, либо крымчаки, они бы также себя называли татарами. Но благодаря религии, своим религиям эти группы, они сохранились как народы. Те же из них, которые перешли в ислам, сегодня составляют часть крымско-татарского народа. Это нам говорит о том, что религиозный фактор является одним из главных формирований крымско-татарского народа. Также важно отметить, что до конца 19-го, начала 20-го века идентичность людей мыслилась прежде всего сквозь призму религиозных маркеров, а не этнических либо национальных. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемые Эльвиры Камаль, за сегодняшнюю лекцию. Спасибо, уважаемые участники, что вас есть. И мы можем переходить к второй половине нашей сегодняшней лекции. И у нас как раз есть еще время для вопросов, обсуждений, комментариев. Поэтому пожалуйста, у вас, вот я вижу, у нас уже есть поднятые руки. Пожалуйста, можете воспользоваться этой опцией или же запишите комментарии в чате. Буду озвучивать, собственно, как вам удобно. Пожалуйста, Светлана Каюк. Спасибо. Нормально слышно, надеюсь. Но прежде всего тоже присоединяюсь к комплементарной части. Очень было интересно и вообще замечательное такое повествование. Спасибо большое. то, что как бы ответов, да, вот получается у нас меньше, чем вопросов. И хотелось бы, да, и хотелось бы иметь их больше, этих ответов. Это тоже совершенно очевидно и ясно, потому что как бы у начала, да, мы все находимся, у начала истории, которая долгое, длительное время была сокрыта. И возможно тоже я задам какие-то вопросы, которые останутся, да, может быть, риторическими, ну, возможно, что-то вы дадите ответы. вот начальная история существования Крымского ханства, даты, которые вы говорите, вот, например, вот 1441 год, да, как и дата основания Крымского ханства, знаете, вот я наблюдала, как бы, как менялась эта дата, да, то есть говорили сначала там 1449, потом еще какие-то наградства 1441, то есть это на основании вот каких источников, да, это дата, это такой, я хочу три вопроса задать, сразу все три или поэтапно, как быть, Наташа, как быть, сразу все три? Да, сразу, наверное, да, сразу? Ну, если они очень обширные, возможно, тогда стоит по очередности. Хорошо, я, тогда давайте, вот первый 1441 год, то есть если источники, которые вот четко подтверждают, что в 41-м году уже крымское ханство независимо и самостоятельно? В первую очередь исследователи опираются на нумизматические источники, которые есть, и я тоже думаю по поводу 1441 года, что мы как-то слишком оно унифицировано, потому что я вообще встречала версии, тоже есть одно нумизматическое исследование по нумизматике, я сейчас не вспомню автора, где вообще предполагается версия о том, что крымское ханство можно считывать его начало там не 1441-42, вообще там с конца 14-го века, даже такие версии предполагаются, что можно вести отчет типа от Таши Тимура там следующий вот есть такое мнение, я согласна с тем унифицировано и что эту датировку еще нужно изучать дальше. Ясно, но вот эти версии, которые вы озвучили, тогда же это не связано будет с героями, то есть там попадаем в целый ряд других вопросов, наверное, нужны они нам или нет, потому что тогда вот эта версия 1441-й год, я поняла, то есть речь идет о монете, такой источник с вопросом. Следующий вопрос такой, вот в своем повествовании изложения истории вы абсолютно обошли дату, которая тоже используется по мотивам методички, которую вы упоминали, там 52-го года, но вот я думаю, что там эта дата растиражирована, на ней упор, и она до сих пор остается в учебниках даже школьных. Я считаю, что не очень это хорошо, речь идет о дате, это когда Крымское ханство становится вассалом Османской империи, вот и сама дата, и сама формулировка, и отношения Крымского ханства Османской империи, насколько вообще это можно рассматривать в категории вассалитета, вот так. Я не могу согласиться до конца, что это были именно феодально-вассальные отношения, в период начала, точно нет, я не согласна с тем мнением, что это были конкретно, что вот Крымское ханство в 75-м году сразу стало непосредственно зависеть от Османской империи, потому что если изучать историю взаимоотношения крымских ханов и османских султанов, то крымские ханы первое время до 1661 года еще проявляли, скажем, такую независимость, то есть, например, даже не было такого, чтобы, например, при Худбе упоминалось, например, в первую очередь имя османского султана, то есть, до определенного периода даже упоминалось сначала имя крымского хана, а уже потом непосредственно османского султана, и вот здесь у нас есть такое деление в датировке, когда с приходом одного крымского хана, я сейчас то ли Слямгир первый, то ли второй, в Худбе начинают упоминать уже непосредственно имя османского султана, а потом уже крымского хана, то есть, здесь тоже Мне не нравится, когда смотрят на историю Крымского ханства, как только что наша история подзависима от Османской империи. Я думаю, что вообще отлично будет разделить на разные этапы и на разную периодизацию взаимоотношений с Османской империей Крымского ханства. — Насколько я понимаю, таких трудов ещё не существует, правда? Где чётко было бы написано, что вот так или есть уже? — Пока нет, но есть труд Ильи Зайцева, он писал, кажется, несколько лет назад, где он оспаривает вассальность Крымского ханства. Есть, но периодизации ещё, чтобы именно периодизацию показать, нет. — Ясно. И последний вопрос, чтобы тоже недолго быть в эфире. Вот Кефинский эйолет. В основном так вот получилось, то, что в вашем рассказе, это исламизация Кефинского эйолета и соотношение христианского, мусульманского населения. — Но при этом, по вашему рассказу, я поняла, что существуют источники, то есть вероятно, которые хранятся в турецких архивах. — И вот такой вопрос. Известно ли нам вообще что-то более подробно об истории, вообще о жизни этого Кефинского эйолета, чтобы не только говорить об исламизлации, о том, как люди жили, то есть как экономика, как политическое устройство. То есть что-нибудь побольше о Кефинском эйолете, существуют ли такие исследования? Спасибо. — Такие исследования действительно существуют. Вообще тему Кефинского эйолета и османских владений в Крыму только, скажем так, недавно, наверное, начали обращать внимание на эту тему, хотя она достаточно интересная. И почему я говорю про исламизацию, я взяла эту тему для того, чтобы рассказать об этническом формировании. Конечно же, уже есть работы, которые посвящены экономике Кефинского эйолета. Не скажу о том, как жили люди, но на тему экономики есть работа Оксаны Курниковой. Диссертация, которая вышла в 2009 году. Османские владения в Крыму называется. От 1475 по 1874 год. Такое название у работы. Работа интересная, правда, как бы стоит еще дополнение, то есть эту тему еще изучать и изучать. Источники есть, это османские реестры. Во время своего рассказа я говорила про османские реестры за 1520 год, за 1542 год, которые доступны, про которых написано во французских, например, исследованиях. И также есть исследование Вайнштейна, я не раз его озвучивала. Он тоже опирается на вот эти реестры. Однако у нас пока что не все реестры есть на руках для того, чтобы мы называли точные числа и точную историю Кефинского эйолета. Спасибо, спасибо большое. Уважаемая Светлана, спасибо также за ваши вопросы. И так как у нас уже был упомянутый источник, у нас есть также вопрос. Можете ли вы посоветовать, пожалуйста, литературу для дальнейшего изучения истории Крыма от Киепа? Я такой очень обширный вопрос, потому что можно советовать литературу на разную тему, если вы только начинаете изучать историю Крыма, историю крымского ханства, историю там Кефинского эйолета. В первую очередь рекомендую прочитать просто взять и прочитать. Рекомендую взять Халима Гирая и Гюльбин Инханан, розовый куст ханов. Это все есть в общем доступе, спокойно можно найти в интернете и читать. Ну, такие короткие знания, думаю, для первого времени отлично. Спасибо. И я также обращу внимание, что у нас на этом канале Института интеграции знаний есть лекции о разных периодах Крыма, в частности, которые читала уважаемая доктор Анета Капарова. Она сегодня также была с нами на лекции. Вы также можете просмотреть их. Спасибо. Дальше у нас вопросы о том, будет ли выкладываться запись. Еще раз хочу обратить внимание, что у нас будет запись лекции на YouTube-канале Института интеграции знаний. Также все, кто регистрировался, получат ссылки на запись персонально. Дальше вопросы от Эльвизы. Первый, почему закрыть давлять сарай? Ну, по политическим, думаю, причинам. Занжелы Медресе закрыли и не открывают. Я не знаю, почему. Потому что сейчас вот такая вот ситуация интересная в Крыму. И второй вопрос о Киевинском элете. Это была некая государственность на территории Крыма? Я так понимаю, более подробно уточнить все же. Киевинский элете – это область Османской империи на территории Крыма, которая располагалась в южной части Крыма, южнобережная и частично в горной части Крыма и на Керченском полуострове. Спасибо большое. Уважаемые участники, я также в чате поделилась двумя лекциями, собственно, и доктора Светланы Каюк, которые упоминали, и лекции Ранеты Кафаровой, которые касаются темы и мусульман, и ислам в Украине, и уже крымских татар, и религиозности. Поэтому, пожалуйста, приглашаем просмотреть, кого больше заинтересует эта тема, и на YouTube-канале вы сможете увидеть и лекции на другие темы, которые касаются исламознавства. И я думаю, что мы можем сегодняшнюю нашу встречу завершать. Я хочу поблагодарить от всей команды и от Международного института исламской мысли, наш уважаемый Эльбир Кемаль, за чудесную лекцию, за очень интересные этапы и информацию, и многих иллюстраций, которые нам удалось сегодня просмотреть, за возможность общими усилиями создать такую площадку для обсуждения, для дальнейших исследований. Большое спасибо всем за ваши теплые комментарии в адрес нашего сегодняшнего лектора, и спасибо, что вы к нам присоединяетесь и активно участвуете. Здравствуйте. Мы также приглашаем вас подписываться на нашу страну Suge's Lectures в Фейсбуке, где мы анонсируем все дальнейшие лекции. Мы уже готовимся к лекциям в июне, вскоре будет анонс и будем делиться, поэтому будем рады вас видеть на наших следующих лекциях. До новых встреч. Всем большое спасибо, хорошего дня и до свидания. И вам спасибо большое за то, что пригласили к участию. Спасибо.